Добрый день! Глядите у гэтым выпуском. Зима, выпробовывая, натрывалась. Дорожные коммунальные службы переведены на узмоцанный вариант работы. Палацово-парковый ансамбль запрашивает наведать свет старожитных людей. У Гомеля отбылся Кубок Краины по геровым спорте. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Зима вернулася в Беларусь. Гомельщина стала рекордсменом по колькости снегу, что выпал Украине за минулые сутки. При этом самая высокая снежная покрыва установилась у Василевича Хрешицкого района 11 сантиметров снегу. Дорожным и коммунальным службам зараз приходится працевать во узмоцненном режиме. На дорогах находится максимальная колькость спецтранспорта по уборце снегу и працевцы проездной частки Пешана-Салевой сумясью. Державта инспекция увела на территорию в области специальный план на дворье. Да и не рекомендует перевозку организованных групп детей. Водителям грузового транспорта по махшимости просят устрематься от запанованных перевозок до установления больше сприяльных умов на дороге. Важно выбирать ту скорость, которая соответствует дорожным условиям. И небольшое ее превышение может привести к большой трагедии. Поэтому, уважаемые участники дорожного движения, наши автомобилисты, выбирайте безопасную скорость, а также интервал движения между автомобилями. Снежный и морозный на дворье затрымается на весь этот день. Ближайшей ночью чакается до 11, при прояснениях до 15 градусов морозу. Завтра у день будет от 1 до 6 с минусом. У сирадок рыхут теплей от минус 4 до плюс 1. У шатвер на протягу суток чакается 2-7 градусов морозу. У пятницу знову похолодает до минус 9 у день и до минус 10-15 у ночи. Зимовый характер на дворье захавается так само на выходных. До инших темы в Беларуси пропануется альтернатива льготному кредитованию будовництва жилья. Это система жильевых будовницких сбереженьев. Вось уже 10 годов таким способом поляпшение жильевых умов усим жадающим допомагает скористаться Беларусьбанк. Гэтой системой зараз скористается май 600 же хоров Гомельской в области. Спочатку покупник самостоянно вызначает сумму, необходимую на будовництво кватеры. Запирает от 19 месяцев до 7 годов, назапашивая на банковском депозите прикладная чверть от ЯЕ. Уклад отзывный и продуглеживает что месячную капитализацию процентов. А потом банк на остатнюю сумму выдае кредит. Его процент стал к рефинансованию и плюс еще один пункт. Зараз это 19 процентов годовых. По обычайным будовництвом кредите эта лечба перевышает 22 процента. Кредит выдается сроком на 20 лет. Уплата процентов идет равномерными взносами, что позволяет снизить финансовую нагрузку на бюджет семьи. Скористаться такой системой может любой грамотянин Беларуси. Незалежно от того, тема и он потребует уполепшение жильевых умов. А кроме того, побудовать кватеру можно у любым населенным пункте краины. Ассортимент продукции планует повеличить на Октябрьском заводе сухого обеслучшенного молока. На предприемстве различивают, что это позволит найти новых гандлевых партнеров. Октябрьский завод на рынку натуральных молочных продуктов присутствует больше за 40 годов. За сутки тут перепроцовывается 100 тонн сырого молока. Ассортиментный пиролик представлены больше 14 наименными. Это масло, сухое обеслученное молоко, натурально-молочные продукты. Если 80% продукции реализуются на экспорт в Российскую Федерацию. Сярод гандлевых партнеров, так само Казахстан. Мы можем что-то придумать новой из цельномолочной продукции. В ближайшее время на рынок нашего района, надеюсь, области и республики, выйдет новый наш продукт, кисломолочный продукт на основе пахты. Это обезжиренное будет такое, ну, как йогурт. Городский центр культуры стал инициатором доброчинного марафона «Елка добрых справ». До 14-го студеня у холи установы будет стоять елка, под какой можно покинуть подарунок для хворых детей и выхованцев интернатных установ. В запуске акции приняла удел уладальница титула «Миссис Беларусь-2014» Юлия Перагудова, которая перерезала символичную стушку. В первый день под елкой изъявились теплые пледы, цацки и другие речи. Все это после закончения акции передадут выхованцам детских домов. Грошовые сроки будут накированы на лечении Киры Куруленко. Новый год – та пора года, когда все верят в волшебство, все верят в сказку. И дети, как никто другой, именно перед этим временем ждут подарков, ждут в первую очередь внимания, ждут доброты. И в силах каждого человека, каждого гомельчанина внести эту небольшую пользу, внести небольшой вклад хотя бы вот таким образом. Поэтому мы будем очень ждать всех в городском центре культуры. И любая помощь важна. Палацово-парковый ансамбль запрошает наведать свет старожитных людей. Такую назву отримал уникальный выставочный проект. И он расскажет про то, как выглядали первые люди, какими были их звички и лад життя. Выставу у гомель привез столичный историк Александр Самойлов. Многие экспонаты он створил своими руками. Экспозиция включает шесть тематичных разделов. Кожные присвечены особному периоду установления человечества. Усяго представлено больше, как 20 экспонатов. Это реалистичные фигуры аустралопитеков, питекантропов, неандертальцев, а так само вымерлых живел, которые повплывали на эволюцию человека. Усе экспонаты изъявляются выником суместной працы мостаков, антропологов и отповедают сучасным науковым концепциям. Это неандерталец. Вот его делал я, как бы сам. Он сделан частью из полиэфирной смолы, то есть пластик у него там корпус. Ну и, конечно же, голова, руки – это восковые. Долго я его делал, наверное, где-то полгода с большими перерывами. Потому что бывает, что ты делаешь одну фигуру, потом перерыв и вот возвращаешься к ней. Но он мне самый любимый, поэтому он многострадальный. Наведовальники так само смогут обашить, каким, на думку новоколцев, человек станет прост тысячу годов. Гомель, дороже, стал первым областным центром, где проставили этот проект. После экспонования у Палацы Румянцевых и Паскевича он отправится у подорожа по городах России. И об спорте. Осилки из всех кутков Беларуси споборничали у Гомеля. У спортивном клубе «Гомсельмаш» отбылся Кубок Краины по гировым спорте. Кто самый мощный и выносливый, доведался Максим Самин. 12 команд, тем больше, как 100 спортсменов. Лишь бы внушальные. Тем больше, что еще не кольких годов тому с поборницей сбирали удвоя меньше дельников. Гировый спорт набирая популярность у нашей Краины. И одна с причин там – поспехи беларусов на международной арене. На чемпионатах Света и Европы наши спортсмены николи не были статистами. Так что на внутренних стартах конкуренция заусюду высокая. Данные соревнования – это самые массовые наши соревнования в республике. И самые качественные по спортсменам. То есть сюда приезжают сильнейшие. Все выступают с гирями 32 килограмма. И кто старается выполнить норматив мастера спорта. То есть это мастерские соревнования. Это еще один из стимулов, чтобы участвовать в этих соревнованиях и заниматься этим видом спорта. И еще один аргумент на кары згерового спорта – доступность и минимум финансовых укладаний. Специализованных умов для занятков не треба. До того же гира – снарод практически вечный и универсальный. Практикование згерами знайшли свое место в тренировочных программах представников шматликих видов спорта, где потребуется выносливость и моц. До того же яны широко выкористовываются в разностранных на прамках фитнесу. Мышечные объемы в классичном гировом спорте не головные. И это башна по спортсменам. По внешнем выгляде и не скажешь, на что яны сдольные. А потом бачишь, как на помосте атлет вагой меньше за 60 килограммов, а маль полсотни разов, штурхая гиры огольной вагой 64 килограммы. И разумеешь, что перши уражи неподманливые. Гири вырабатывают характер, силу воли. Характер и силу воли. Это все. То есть действительно, не будешь терпеть, не будет результата. Терпение, характер, силу воли. Очень хорошая подготовка, очень хорошие легкие. Это действительно силовая выносливость, которую определенную работу он делает в течение определенного количества времени, через 10 минут. За счет этого мышцы здесь большие не нужны, потому что через 10 минут организм работает, он закисляется, и продукты распада плохо выводятся. Чем больше мышцы, тем сложнее работать в гиревом спорте. Представники Гомельской области 9 разов подымались на пьеды стал Кубка Беларуси. Тройчина – высшейшую приступку. На угольном залику команда нашего региона стала переможцей. Сорот спортивных коллективов – Лепшая, Житковицкая, Дитяша-Юнацкая спортивная школа «Мотор». Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте у интернете по адресе www.civergomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Увсяго вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова